Житель Ордовосинского района Алтынбек Кабламбеков уже второй раз видит, как рушится его дом. Ровно четыре года назад его жилище смыло точно таким же паводком. Строительство нового дома закончил только прошлым летом. «Когда наводнение началось, я детей и документы сразу перевёз к родственникам, а все наши вещи остались в доме. Два дня в нём стояла вода, а этой ночью стену рухнули». Потоком талых вод затопило 221 подворье. Вода зашла в 90 домов. Разрушение есть в 13 дворах. К вечеру уровень воды снизился, ночью ударил мороз. Сейчас жители с тревогой ждут следующей оттепели. «Боимся, что дом развалится. Сами посмотрите, трещины идут. Вода зашла в дом. Хорошо, что сейчас мороз и всё держится. А если потеплеет, всё снова потечёт». В районе уже началась оценка ущерба, нанесённого стихией. Комиссия обходит каждый дом и двор. Ведёт учёт всех потерь. «Созданная приступила к работе комиссия. Она работает по трем направлениям. Считает ущерб, нанесённый домам, имуществу и скоту». Подсчитывают потери и в новой сельской больнице. Её сдали в середине января, а теперь в подвале полно воды. Оказалось, здание стоит прямо на пути у паводка. «В подвале три отдела – кухня, прачечная и автоклав. Всё оборудование, которое там было, осталось под водой и теперь непригодно для использования». Пациентов пока перевезли в районную больницу. Перебрались к родственникам и хозяева затопленных домов. Пользуясь заморозками, власти укрепили разлившийся канал. На опасных участках возведены дамбы протяжённостью 500 метров, высотой в полтора метра.